Сутью заработка в сети как правило является извлечение профита из пребывания себя любимого в этих ваших интернетах. Большинство участников всего мероприятия характеризуется повышенным уровнем хитрожопости и низким уровнем интеллекта, также этим веселым протиранием штанов занимаются разные кидалы, попрошайки и прочие интересные личности. Общие правила заработка в интернете стара, как мир, если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего оно и не является, имеет место. Как правило, либо натуральный лохотрон, когда вам заведомо лгут о сути мероприятия, либо крайне специфическая подача информации. Во втором случае даже есть возможность что-то заработать, клиенту просто не говорят о том, что за то же время он мог бы заработать в 10 раз больше, займись он чем-то более востребованным. Отдельно стоит отметить такое явление, как интернет-пузыри. Многие формы заработка в интернете действительно позволяют получать высокие доходы. Однако требуют при этом столь же высоких и регулярных расходов. В общем, все как обычно, грубо лиц банально передает деньги по кругу, искренне радуясь каждому новому обороту. Реальную прибыль при этом имеют единицы тем, кто все же хочет попробовать себя на этой НИВИ. Настоятельно рекомендуется для начала научиться отличать доход от прибыли для тех, кто не понял, что доход это денежная сумма или иные материальные или нематериальные поступления в виде услуг или товаров. Прибыль это есть положительная, больше нуля разница между доходом и затратами. В том числе затратами по получению данного дохода. The essence of earning in the network, as a rule, is the profit extraction from the stay of a loved one in the easier Internet. The majority of participants of this event is characterized by an increased level of smartness and low intelligence. Also this cheerful wiping of pants are engaged in various scammers, beggars and other interesting personalities. The general rule of earning on the Internet is old, like the world. If something is too good to be true, most likely it is not it. There is, as a rule, either a natural scam, when you knowingly lie about the essence of the event, or an extremely specific supply of information. In the second case, there is even the possibility of something to earn. The client simply does not say that during the same time he could earn ten times more, he is engaged in something more in demand. Separately it is worth noting such a phenomenon as, Internet bubbles. Many forms of earnings on the Internet really make it possible to receive high incomes, but at the same time require equally high and regular expenses. In general, everything as usual, a group of people trite money in a circle, sincerely rejoicing at each new turnover. In this case, the real profit is one. Those who still want to try themselves on this field, it is strongly recommended to start learning how to distinguish income from profits. For those who do not understand that, income is a monetary amount or other material or non-material income in the form of services or goods, profit is a positive difference between income and costs, including the costs of obtaining this income.